Ваше Святейшество, Вы вступили на Патриарший Престол в самый, наверное, за последнее время жестокий период истории Руси. Вы очень умный человек, и Вы всё прекрасно понимаете. Вы понимаете степень трагедии, скажем так, сегодняшнего дня. Что Вам даёт силу так держаться и не поддаваться, скажем, отчаянию, которому поддаться естественно? Этот бог не имеет ничего общего с тем существом, которое через толпу бородатых жуликов вымогает, высасывает у старушек пенсии и джипы у впечатлительных бизнесменов. При всей моей симпатии к Владимиру Владимировичу, я терпеть не могу любых президентов. В частности, вот в этой ситуации с доверенностью, я согласился и, в общем, согласился не без воодушевления, потому что на мне висит один старый должок перед Владимиром Владимировичем. Я его помню. Какой? Этот человек сделал мне очень доброе дело, реально выручив меня и спася в предельно сложной для меня ситуации. Такое не забывается. То есть, по сути, Путин спас Вам жизнь? Ну, когда-то, да. Это многое объясняет? Нет, для меня это, в общем, уже ничего не объясняет. Я считаю, что я расплатился с долгами. Вы не защищались, становясь доверенным лицом Владимира Путина. Ну, это слабенькая защита. И в какой власти, скажем так, не был замешан, даже то, что я четыре раза был депутатом Государственной Думы, ничего не меняет. Я за четыре срока депутатства в Государственной Думе, в Государственной Думе был ровно четыре раза. И то только потому, что, ну, на тот момент это было очень хорошим, очень хорошим щитом, очень хорошей возможностью говорить то, что думаешь. Да, я в разные периоды думал разное. Вы были депутатом Государственной Думы четыре раза, да? Да. Шестнадцать лет или скоблика? Ну, это вообще не надо всерьез воспринять, потому что я там был, по-моему, четыре раза.